Хорнер и некоторые его коллеги уверены, что ДНК современной птицы содержит генетическую память. И большинство генов давно почившего динозавра никуда не делись, они лишь были немного приглушены или изменены. А если их снова ввести в действие? Научное обоснование этого странного утверждения проистекает из недавнего открытия в решении величайшей тайны. Как единичная клетка вырастает в сложный организм, такой как человек или динозавр? Изначально предполагалось, что в развитии нашего тела принимает участие приблизительно 100 тысяч генов. Однако позже ученые расшифровали геном человека, всю цепочку ДНК, обнаружив, что мы на самом деле состоим из значительно меньшего числа генов. По некоторым подсчетам у человека имеется, скажем, 100 тысяч генов, в сравнении с 20 или 30 тысячами генов у животных, и они просто испаряются. Как только был получен первый набросок человеческого генома, стало очевидно, что наш геном очень похож на геномы других живых существ. Мы были поражены. Как ни странно, лишь 5% человеческой ДНК содержит активные гены, а остальные 95% — это так называемые отходы ДНК. Они содержат повторяющиеся цепочки, назначение которых пока неизвестно, а также мутировавшие гены. Не опасны, поскольку они неактивны. Это как отходы у вас во дворе. Если соседи не возражают, и если это не сказывается отрицательно на доме, то никто от них не избавляется. Естественный отбор работает примерно по тому же принципу. Несмотря на нашу выдающуюся сложность, у нас есть всего-навсего около 20 тысяч генов. Примерно столько же, сколько у млекопитающих, рептилий, птиц и динозавров. Более того, многие гены, отвечающие за физиологию животных, гораздо меньше, чем считалось раньше. Впервые было сделано открытие, что единственная мутация может кардинально изменить внешний вид животного. Это муха-мутант, причем мутация произошла очень серьезная. У нее вместо усиков — лапки. На голове этой мухи короткие сморщенные лапки. Или еще один мутант. Здесь нормальная муха с нормальными крылышками и лапками. А вот мутант. Без крыльев. Подобные мутации позволили выявить, что у мухи всего 8 генов-контроллеров, так называемых хокс-генов, которые отвечают за особенности основных частей тела. При включении каждого из этих генов у мухи формируются части головы, ноги, брюшка и другие области. И все эти олигогены содержатся в незначительной части хромосомы одной мухи. Еще большей неожиданностью стал тот факт, что у других животных есть очень схожие гены-контроллеры. Насколько нам известно, все мы позвоночные сделаны из одного теста, будь то гуппи или динозавры, слоны или мыши. Мы созданы абсолютно так же. Не будет преувеличением сказать, что это перевернуло все представления биологов. За развитие формы тела позвоночных отвечает не более тысячи генов. Поэтому незначительные перемены способны привести к существенным результатам. В 94-м году Кэрол сделал новое открытие, показавшее, что у близкородственных видов, таких как динозавры и птицы, общих генов гораздо больше, чем было принято думать. Он обнаружил, что бабочка использует древний ген, отвечающий за строение тела по-новому. У гусениц ген указывает, где телу формировать усики и лапки. Однако, когда гусеница превращается в бабочку, тот же ген подсказывает, где должны находиться крылья. Смотрите внимательно на зеленые места. Вуаля! Каждое зеленое пятнышко – то, что будет мертвой точкой. Белой зоной каждого из пятнышек. Так, по большей части, происходит эволюция. Очень старые гены создают новые трюки. Кэрол полагает, что нашел разгадку одной из самых древних тайн эволюции. Механизм появления новых черт. Новые виды зачастую появляются не путем вырабатывания новых генов, а путем использования старых генов по-новому, посредством изменения времени и условий включения и выключения их генов. Это открытие означает, что ДНК птицы гораздо ближе ДНК их предков-динозавров, чем считалось ранее. И действительно, перечень генов птицы был очень похож на перечень генов динозавра. Различается лишь хореография использования этих генов в процессе развития. Следовательно, существует колоссальная генетическая переемственность, связывающая птиц и динозавров. Но именно благодаря незначительным различиям в ходе развития цыпленок отличается от тираннозавра. Для Джека Хорнера сделанные открытия стали откровением. Геном птицы – это по сути геном динозавра. Стоит нам внести кое-какие коррективы, и мы получим динозавра. Уверенность Хорнера зиждется на экспериментах, в ходе которых были открыты эти характерные особенности динозавра.